Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На озере Ван закончил период запрета на ловлю Тареха. Президент Армен Саркисян посетил компанию Магирян Карпет. Президент Арцаха Бакоса Акян провел встречу с секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Ильгаряном. Российские С-400 в Турции могут стать причиной новой холодной войны. Арарат с хэштегом Армения. Турки раздражены постом National Geographic. Колыбель цивилизации о них в центре внимания. В Евпатории здание Армянской церкви передано верующим. В озере Ван Западной Армении запрет на охоту в озере закончен. Запрет был введен весной и был связан с сезоном размножения. Каждый год в озере вылавливается 10 тысяч тонн рыбы, которая обеспечивает 14 тысяч семей источником дохода. Таким образом, тарех играет важную роль в жизни региона. Рыба тарех высокого качества, так как содержит питательные свойства, характерные для других известных рыб. Нужно заботиться о том, чтобы донести эту важную ценность, которой нет ни в одной другой части мира для будущих поколений. Президент Республики Армен Саркисян 15 июля посетил компанию Магирян Карпет. Президенту была представлена более чем вековая история армянского ковроткачества. Компании, представляющая армянское ковроткачество в разных странах мира. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Магирян Карпет начал свою деятельность в Армении в 2000 году. Компания производит ковры, ручные работы различного дизайна и различной плотности, а также занимается реставрацией и ремонтом старых ковров, ручной работы. Армен Саркисян посетил салон ковроделия, поинтересовался работой ковроделов и проследил за процессом создания ковра. Президент Республики посетил также музей древних ковров имени Уванеса и Ноеми Магирянов, где представлены самые яркие и богатые образцы традиционного армянского ковроделия. Президент Саркисян ознакомился с образцами и историей древних ковров разных регионов Армении, Арцаха, а также Западной Армении. В музее в частности представлен 160-летний Ваганна Горк со своей трогательной историей. Мать во время геноцида разделила ковер на две части. Дала своим дочерям, чтобы они смогли найти друг друга по этим частям. Так и случилось. Спустя 50 лет сестры в Нью-Йорке вновь обрели друг друга благодаря двум сегментам ковра. В музее хранится копия самого древнего ковра мира – Пазырыкского ковра. Оригинал демонстрируется в Эрмитаже. Ответственные лица Магирян Карпета рассказали президенту Республики о текущей деятельности и предстоящих программах развития компании. Президент Армен Саркисян призвал их развернуть деятельность также в Юмрии. Президент Республики Арцах на Горно-Карабахской республике Бакос Акян 17 июля принял секретаря Совета Безопасности Республики Армении Армена Григоряна. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности. Во встречу принял участие секретарь Совета Безопасности Арцаха Аршавир Гарамян. Началась долгожданная и вызывающая опасения поставка российских ракетных систем С-400 в Турцию, пишет Кирилл Видершовен на портале oilpress.com. Несмотря на предупреждения США и Европы о том, что Анкара должна пересмотреть российскую эту сделку, чтобы предотвратить экономические и возможные военные санкции, президент Турции Эрдоган настоял на своем. Турецкая армия получила первую партию компонентов С-400. Министерство обороны Турции заявило, что в ближайшие дни ожидаются новые поставки, угрожающие не только возможные более агрессивные военные позиции Турции в Сирии, но и увеличивающие риски в Восточном Средиземноморье в целом. ЕС также сократил объем предварительной помощи Турции до 2020 года и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции. Анкара сталкивается с растущим вовлечением Вашингтона после того, как последний одобрил закон, который позволит США полностью поддерживать трехстороннее партнерство Израиля, Греции и Кипра. Это также открывает двери для полной отмены США давнего эмбарго на поставки оружия Кипру. Турция может спровоцировать новую холодную войну, на этот раз в Восточном Средиземноморе. Глядя на раненое эго Эрдогана, поражения на выборах и потенциальные расколы в его партии и растущую поддержку России, неожиданные события и рациональные мысли могут легко привести к дальнейшей эскалации. Журнал National Geographic опубликовал очередное фото горы Арарат. В летнюю жару он показал читателям Instagram зимние фотографии горы в снегу и под свинцово-серым небом. Арарат – потухший вулкан. Ученые сходятся во мнении о том, что библейские горы Араратские не обязательно совпадают с Араратом. Но с XI века христианский мир сошелся во мнении, что Ноев Ковчег пристал на землю именно здесь, написали авторы журнала в подписи к фотографии. В конце в наборе тегов редакторы журнала сделали важное напоминание, написав в первом теге хэштег «Армения». Не обошлось, конечно, и без возмущенных комментариев юзеров, которых помимо хэштега возмутило и то, что гору отметили под именем Арарат, а не его турецким названием Агри. Руины Ании, называемые также город мира, колыбель цивилизации и город сорока дверей в Западной Армении, вызвали большой интерес у туристов после того, как были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ании являются основным пунктом назначения для путешественников, которые посещают Карс и туристов Восточного экспресса. Они посещают как местные, так и иностранные туристы. Исторические здания, армянские церкви, а также живописные пейзажи представляют большой интерес для туристов. В Евпатории местной религиозной организации церковь Сурпни Кугайос переданы в бессрочно безвозмездное пользование исторические здания, которые ранее были закреплены на праве оперативного управления за Евпаторским домом-интернатом для престарелых, об этом пишет РК. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии Совмина РК, рассматривающей вопросы возвращения имущества религиозным организациям. Теперь здание церкви церковной школы и дом притча настоятеля переданы армянской церкви в безвозмездное пользование сроком на 100 лет. Старинная армянская церковь Сурпни Кугайос в Евпатории одна из городских достопримечательностей. Она была построена на месте первого деревянного храма, который сгорел в 1704 году. Фундамент новой церкви был заложен в 1817 армянской диаспорой, но денег поначалу не хватило, строительство затянулось на годы и завершилось в 1830 году. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Акумка. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok